Добрый день! Я всех приветствую! Меня зовут Ольга Лисицына. Я автор и куратор проекта «Настольная книга для больших и маленьких человек». Рукопись «Он и она» уже готова. В открытом доступе в Телеграме вы можете посмотреть по QR-коду, пройти и ознакомиться с ней. Это история о двух молодых людях. Андрей, 25 лет, Мария, 20-21 год. Они – жители планеты Земля. Книга начинается. Планета Земля. Весна. 21 век. Страна Н. Город Н. Добрый день, дорогие друзья! Я Ольга Лисицына, автор и куратор проекта «Настольная книга для больших и маленьких человек» и мультиканал «Мудро-21». Также рассказывает о том, что наш индивидуальный курс «Сам себе дирижер» может помочь молодежи 14 плюс и далее найти себя, найти свое место во Вселенной, найти свое предназначение. Но сегодня, 1 августа 2024 года, я хочу рассказать вам о Швейцарии. Швейцария – это милая, прекрасная альпийская страна, которая дала мне убежище на целые 14 лет. Но вот уже в конце сентября этого года я буду отмечать ровно год, как я живу в городе Сочи. И я вам расскажу, почему и как из Москвы, с Рублево-Успенского шоссе, будучи известным дизайнером интерьера, которая принимала участие во многих телевизионных программах, и «Квартирный вопрос», и «Дачный ответ», различных ток-шоу, «Успешная бизнес-леди, предприниматель с офисом сначала на Патриарших прудах, потом на Фрунзенской набережной. Почему я решила переехать в Швейцарию и своих двух сыновей, один из которых является главным героем моей книги, перевезла жить туда? Пожалела ли я об этом? Как я принимала решение? И что это за замечательная, прекрасная альпийская, приальпийская страна, которая окружена Францией, Италией, Германией, Австрией? Такое небольшое сердце. Итак, сегодня 1 августа, день рождения Швейцарии. Они решили отмечать его ещё в конце 19 века. Но как Швейцария родилась? Дело в том, что было очень много маленьких княжеств, которые занимались и контрабандой, которые всё время воевали между собой. И вот в то время, я сейчас говорю о 1291 году, это конец 13 века, очень сильна была династия Гамсбургов, скажем, Германская империя. Итак, Швейцария был промежуток времени, когда они находились и под Римской империей, которая завоевала практически всю Европу, и ушли Южную Азию, Египет и всё остальное. Но я не хочу делать урок истории для вас. Кому интересно, сейчас любую информацию можно получить, прогуглить. Я хочу вам рассказать о том, как я увидела Швейцарию. Итак, вводная информация. 1 августа 1291 года тремя князьями трёх, скажем, регионов. В Швейцарии это называется кантон. У нас это называется регион, район княжества. У них называется кантон. И вот три территориальных округа Ури, Швейц и Унтервальден объединились. Соответственно, они подписали договор о том, что они равноправно управляют своим объединением. Но это был прежде всего изначально военный союз по требованиям времени XIII века. На сегодняшний день Швейцария состоит из 26 кантонов. Но практически все кантоны присоединялись к Швейцарии, так сказать, во благо, по оптимальному и лучшему сценарию развития событий, который называется фронтира. О чём это говорит? И я очень надеюсь, что наша Российская Федерация, матушка Россия, тоже придёт к такой форме расширения. Это когда в стране настолько всё прекрасно, продумано, безопасно, что другие княжества просили присоединить их под флаг этого государства. У Швейцарии очень красивый флаг, я его очень любила всегда. Это красный квадрат и белый равносторонний крест, который говорит о равноправии, который говорит об оптимальном развитии события. Он единственный такой, наверное, на планете Земля, потому что если вы посмотрите, прогуглите происхождение тех или иных флагов, то вы увидите, что значение звёзд, значение полос, значение треугольников, всех форм, которые представлены на флаге. Например, частью флага Великобритании, так же, как и флаг военно-морского флота Российской Федерации, за основу лежит крест по диагонали, который был нам дан как легенда, как подвиг от Андрея Первозванного. Казалось бы, да, сегодня Британская империя, наверное, одна из наших самых таких злободневных врагов. Так вот, когда княжества приходили, присоединялись, солнышко уже поднимается. Кстати, хочу сразу принести извинения, вы знаете, что я пишу на натуре, на природе. Я сегодня выбрала вот такой уголочек, где вроде бы поменьше ходят людей, и пришло уже в такое время, когда уже территориальная служба, уже тут пропылесосили листики, уже всё полили. Но если будут какие-то перебои со звуком, мы не будем убирать его, потому что, вы понимаете, это жизнь, а жизнь – это движение. Так вот, когда одно или другое княжество присоединялось, так, как бы мне вот так встать, присоединялось к швейцарской конфедерации, это называется. Что они говорили? Со временем они выбрали столицу Берн, и они говорили, да, окей, мы признаём законы и правила Берна. Там, кстати, учитывая то, что государство очень маленькое, всего 8,5 миллионов населения, из которых, кстати, 25% экспатов – это людей, которые тоже по фронтире, да, которым нравится эта страна, нравится ход жизни, как там происходит, и люди приезжают туда на работу. Очень много различных предприятий международного класса, там офисы в своё время были и наши российские, там и Эврахим, и Проктор энд Гэмбл российские там находились. Почему? Потому что там есть офшорная зона. С моей точки зрения на сегодняшний момент я считаю, что это, конечно, неправильно, что если бизнес и компания находятся на территории того или иного государства, тогда, соответственно, и налоги должны платиться в этом государстве. Но те княжества, которые присоединялись, вот, например, я жила в итальянском кантоне, кантон Тичино, и все знают, ну, очень известен город Лугано с одноимённым озером Лугано, рядом с которым я и жила, но столицей кантона Тичино является город Белинсона, и в Белинсоне три большие, очень крутые, классные крепости. О чём это говорит? Это говорит о том, что там через Альпы проходили торговые тропы, что постоянно шла война, и шла война с наполеоновской Францией. Кстати, швейцарцы очень любят русских, потому что наш генерал, естественно, по решению императора всея Руси, спас Швейцарию от французской интервенции. И у горы Сан-Готардо стоит очень большой памятник, крест. Это именно памятник о том, как великий, гениальный Суворов спускался с нашей армии. Многие русские погибли, но у русских всегда была парадигма освободительной, и справедливой защиты тех государств, которые просят помощи. На сегодняшний день Швейцария была таким государством, скажем, до где-то XIX века, потому что горные люди – это люди очень сильные, смелые. Ещё раз говорю, они и контрабандистами были, не только делали шоколад. И был такой период, когда очень много было именно солдат, военных людей, и швейцарцы продавали свои, как это называется сейчас, ЧВК, другим государствам. Вот мы знаем, что Ватикан, охрана Папа Римского – это швейцарская охрана. У них такие оранжево-синие, со средневековыми, такими ещё рукавами, такие одежды. Охранители – это вот швейцарские солдаты, которые по контракту ЧВК охраняют Ватикан и Папу Римского. Соответственно, князья, которые присоединялись к Швейцарии, соглашались, что будут принимать законы управления под главой Берна, но также оставляли и свои законы. И их потом так приравнивали, подравнивали, чтобы они не противоречили законам швейцарской конфедерации. Итак, повторю, на сегодняшний день в Швейцарии 26 кантонов. У каждого кантона свои правила. И вот я говорила до этого о российских компаниях, которые были размещены в Швейцарии, их главные офисы. В основном они размещались в кантоне ЦУГ, ну ещё Швейц тоже. Почему? Потому что это горная страна, маленькие муниципалитеты, маленькие, скажем, городские образования. И для того, чтобы были градообразующие населения, соответственно, налоги, многие кантоны и муниципалитеты делают скидку на налоги. Во всех 26 кантонах на сегодняшний день разные налоги. Например, во-первых, скажу, что налоги являются троичными. То есть платится федеральный налог, он самый маленький. Кантональный налог, то есть региональный. И муниципальный. Эти деньги идут вот на такую же ухоженность, как у нас сегодня в Сочи. Идут деньги на обустройство, на ремонт коммуникаций, на содержание муниципалитета, кантона. Вот, например, в кантоне Тичино, где я жила, рядом с озером, это небольшой населённый пункт. Там даже не больше тысячи жителей, там 995 резидентов. Вот сейчас кантон решил, что автострада, которая проходит вдоль озера, это не очень хорошо. И у них на 5 миллиардов выделено на реконструкцию. Они будут пробивать тоннель прямо напрямую в горе, чтобы автострада её не объезжала. А та, та часть пути, которая была автострадой, будет просто, скажем, внутренним, кантональным местом, ну, как дорогой. То есть эти деньги постоянно инвестируются именно в благосостояние муниципалитета, кантона, конфедерации. Вот, например, в кантоне ЦУГ суммарные налоги на частное лицо около 25%. Скажем так, где-то по 9, обычно муниципальные и кантональные они похожи, да, 18, и, соответственно, 7, там 6% федеральный. А в кантоне Тичино налоги выше 35% суммарно, да, то есть федеральный остаётся 7, а остальное муниципальный и кантональный. В том населённом пункте, вот, например, в Лугану много людей, там 65 тысяч человек живёт, да, и там не нужны скидки на налоги. А вот, например, рядом там вдоль озера небольшой муниципалитет, называется Парадизо. И была такая смешная история, моя приятельница с дочкой, которой 6 лет, поехали в Италию на море, естественно, это очень близко. У меня тоже была квартира в Лигурии, то есть от своего дома до моря в Лигурии я заезжала за 3-4 часа. Кстати, в Италии очень хорошие автострады, в Швейцарии тоже очень хорошие автострады, но если в Италии ты заезжаешь, берёшь билетик, и когда выезжаешь с автострады, должен оплатить этот билет. И, например, вот всю Италию, весь сапог проехать, это где-то около 1100-1300 километров, где-то получается около 40 евро, да, в одну сторону. А в Швейцарии по-другому сделано. Сделано так, что каждый автомобиль, естественно, платит дорожный налог. Вот когда у меня была X6, я платила больше 1000 франков, 1200. Франк и доллар, и евро плюс-минус на одном уровне находятся. Вот, соответственно, это 120 тысяч рублей. Но есть налог, который для всех, кто ездит по дороге, резиденты Швейцарии, или ты итальянец, австрийц, русский, ты заехал просто в Швейцарию, дороги не платные, но надо купить такое виньетто, она называется. Каждый год она такая голографическая, там написан номер года, да, например, там 24 или там 23. Вот, наклеиваешь её на стекло. Была смешная история. Мы когда только приехали, заезжали в Швейцарию, я ехала с водителем и с младшим сыном. Мы ехали из Риги. Вот, мы такие деловые, значит, у нас это наша белая X6, всё там заложено этими вещами. Ладно, и было раннее-раннее утро. Мы немножко поспали в Германии и заезжали со стороны Австрии. Вот, и вот, значит, мы заезжаем, и там совершенно вообще другой воздух, другая энергетика. И такие едем, деловые, всё крутые. Ура, Швейцария! И раз за нами полицейская машина. Нас останавливают, говорят, виньетто, ну там по-немецки, что типа ticket, road ticket, как-то так. Я такой, ой, мы не знали. Они говорят, штраф 100 франков. В Швейцарии очень всё, ну достаточно полицейское, так сказать, государство. Там всё очень-очень строго, на всё есть регламент. Всё во благо, я считаю. Мне эта система тоже нравилась. Потому что если Россия, так сказать, рождена под знаком водолей, то Швейцария рождена под знаком девы. Там всё по полочкам. А так как я солнечная дева, я родилась 19 сентября, мне вот этот вот устав в Швейцарии очень нравился. Я говорю, у нас в евро, а у нас карта была, у нас не было даже это. И они говорят, нет, или евро были, я не помню. Ну, короче, они сказали, нет, надо во франках. Они принимают наличные, выписывают чек. Вот, я говорю, ну что делать? Я говорю, ну, поехали в ближайший населённый пункт, я сниму. Они говорят, да, хорошо. И вот мы приехали, там какой-то банкомат, они нас сопроводили. Я сняла 150 франков, соответственно, 100 франков этот самый штраф и 50 франков за это. Поэтому, кто едет на машине, ребята, сразу, вот прям таможня. Да, там можно не останавливаться. Вот, например, мы одно время ездили в Италию за продуктами, потому что они там вкуснее. Чернобио. Мы там первые два месяца жили. Вот, пока там все документы, все обустраивались, пока я квартиру дома искала в Швейцарии. Это Чернобио стоит на озере Комо. Озеро Комо раз в пять, наверное, больше озера Лугану. Ну, это все вулканические озера. То есть, вы знаете, что земля двигается постоянно. И вот озеро Лугану, например, там самая глубокая часть, где-то около 350 метров. То есть, одни горы поднимаются, другое опускается. Вот. И если за счет того, что озеро Лугану не очень большое, и вот эти склоны гор, летом они зеленые, и вода прям такая зеленая, изумрудного цвета. У меня вот здесь же на Мудро 21 есть мое интервью, которое я даю своему другу Сергею. Люди, место. Это, наверное, было в 17-м году. И мы там и по центру Лугану идем, и я показываю озеро, и показываю свои работы, как дизайнеры интерьера. И бенджи мы там показываем, которые я продавала, и квартиры. Естественно, я в основном работала с русскими клиентами, ну, по крайней мере, русскоговорящими. И у меня фэмили-офис в Швейцарии, и здесь я в Сочи тоже. Начала уже делать свой сайт, onlist-sochi.ru, где вот эту систему управления недвижимостью, подготовки недвижимости к приезду гостей, оплата всех счетов. Это вот такая швейцарская система. Я там прошла обучение, скажем, научилась, потому что работала, когда мы переехали и в Реал Эстейте, и по-итальянски это называется фидучария. Да, ну, такие, скажем, трастовые семейные администрации, которые управляют доходной недвижимостью и финансами всем. Ну, так как я дизайнер интерьера в прошлом, а прошлых дизайнеров не бывает, поэтому, соответственно, я занималась продажей недвижимости, в том числе, естественно, многим русским. Потом делала дизайн-проект под ключ, как я всегда люблю, привыкла делать, оформляла, потому что швейцарский вкус такой, я помню, мы одной клиентке шикарную квартиру купили. Там было 4 спальни, я сделала перепланировку, сделала 3, потому что мы любим все просторное. Швейцария маленькая, поэтому там достаточно все маленькое. Земля очень дорогая, но я смотрю плюс-минус, как в Сочи. То есть у нас, вот я работала в офисе продаж, Ницца Парадайз, Капу Сан Мартино, это наши самые такие элитные в Лугану Парадиза объекты недвижимости современные. Но там где-то 20 миллионов, 20 тысяч франков стоит квадратный метр, это как у нас, 2 миллиона. В Сочи, вот тоже я была на российском конгрессе летом, я посмотрела, что такая хорошая недвижимость начинается от миллиона. А вот здесь у нас на Виноградной, рядом с Ривьерой, там и по 5 миллионов есть. Оно очень крутое, мне очень понравилось. То есть вот по качеству жизни, пальмам, архитектуре, ухоженности. Я очень гармонично из Швейцарии приехала сюда, летела в Мальпенса, потому что у нас ближний аэропорт, это в Милане. Милану, Мальпенса, Ереван, переночевала там. И Ереван, Сочи. Я уже летела на аэрофлоте, в бизнес-классе. Классно, лететь всего один час, летишь там последнюю часть над морем. Очень классно, классно. Я везла 5 чемоданов вещей, но понимаете, прожить 14 лет в Швейцарии, естественно, очень много всего. Кстати, я извиняюсь, так как я все время хочу все вам рассказать, забыла про смешную историю. Ну и вот, и вот моя приятельница с 6-летней дочерью на пляже в Италии. Ну и там, как всегда, дети знакомятся, играют друг с другом. И другая девочка говорит, типа, где ты живешь? Она такая, абиту а парадизу. А парадизу, как вы знаете, парадайз, да, это рай. Она говорит, как, ты прям в раю живешь? Она говорит, да. И та такая, не поверила ей, подходит, значит, к маме и говорит, ваша дочь сказала, что вы живете в парадизу, что вы живете в раю. Она говорит, да, мы живем в Лугану, в Швейцарии, в районе, который называется Лугану-парадизу. И вот там, в небольшом этом районе, там скидка на муниципальный налог 20%. А там, где я жила, вот Монтаньола, потом Бессоны, там 69% платишь, соответственно, 31% скидка. Потому что все хотят, чтобы люди покупали там, жили там и платили налоги там. Очень классно, когда живешь вот после Москвы, да. Ну, да, я жила на Рублево-Успенском шоссе, лесной простор. Они тогда еще делились. Это сейчас вот я приехала, смотрю, в прошлом году, летом была в гостях у своей подруги. Объединили первый, второй, третий лесной простор. А раньше у нас был первый, у нас было 38 домов. То есть, с одной стороны, у меня был опыт, как это жить в небольшом, да, населенном пункте. Но это совершенно по-другому. Потому что у нас, когда в 90-х вот это вот началась застройка, освоение Московской области, люди первое время вообще там пятиметровые заборы строили, не хотели, чтобы там видели друг друга и все. Вот. В Швейцарии, кстати, в Швейцарии, как в Сочи, натуральные вот такие зеленые заборы, высокие. Очень классно. Там садовники. Кстати, садовники одна из самых высокооплачиваемых там работ. Мне надо было подстричь дерево одно. И у соседа, там, у друга моего архитектора, смотрю, два садовника. Я их вызываю, говорю, скажите, пожалуйста, вот дерево подстричь, сколько будет стоить? Они такие говорят, ну, у нас будет двое. Ага, 450 франков. Ребят, сколько это? 45 тысяч рублей подстричь одно дерево. Вот вам Швейцария. Вот. Но у меня горничная была из Италии, и ее муж приехал, мне траву подстриг, и все кусты, и это дерево. 20 франков в час, по-моему. Да, 20 франков в час. И потом тоже там луковый садовник из Италии приезжал, все это делал. 100 франков он все сделал. У меня просто небольшой участок был. Еще раз говорю, в Швейцарии это вот русские приезжают, я когда только приехала, и клиенты мои из Казахстана, из Белоруссии, из Украины все-таки приезжают. Мы хотим гектар земли, мы хотим дом там 500 метров, мы хотим то себя 5-е, 10-е. Потом такие, а что такие низкие потолки? Вот. Там люди говорят, да у меня спальня дома 40 метров, а тут что это такое? Пиндюрка. Вот. Почему? Опять же, там нет высокого строительства, высоток практически нет, там раз, два, три. И у них у всех есть имена. На весь город Лугану 65 тысяч населения. Ну, не знаю, высоток таких 9-ти этажек, может быть 5-6, да? В основном, вот это даже элитное строительство, которое мы вели, вот Ницца Парадайз, у нас было 6 этажей, ну, такой распластанный на участке, очень красивый дом. Вот. А вот, например, Капу-Сан-Мартину, который есть в видео, да, вот это люди, место, моё интервью, оно каскадное, потому что практически от озера достаточно близко начинаются уже, ну, горы. Ну, назовём их холмами, это не вот прям горы-горы, там по 2000 метров в высоту, ну, где-то в районе 1200, вот так. Вот, и вот я жила, я смотрела всё время, там сначала мы жили вот в доме, где-то дерево 45 тысяч рублей подстричь, там было 450 метров над уровнем моря. Само вот Коума, Лугану, населённые пункты, они где-то 230 метров, ну, и там пошло и поехало. Вот в Сент-Морец, Давос, я ездила на этот, ну, WEF, да, World Economic Forum in Давос, вот, там на конференции. Там, да, есть и 2,5-3 тысячи метров. Вот эти вот, скажем, зимние курорты, мы знаем, что вот в Сочи прекрасный благодаря Олимпиаде 2014 года, вот сейчас идёт развитие Красной Поляны и всё такое, но, и так же, как в Швейцарии, идёт сейчас и летнее развитие, то есть это на велодорожках вот эти, ну, не велодорожки, но там спуски этих горных мантенбайков и всего остального, и на мотоциклах. Ну, короче, я думаю, что наша парадигма брать у всех государств лучшее и улучшать, оптимизировать, как мы девы любим, и здесь у нас в России наводить порядок. Вчера разговаривала с приятельницей, познакомилась в море, мы плавали, разговаривали, она с Сахалина, и вот она разговаривала вчера по телефону с одноклассником, говорит, что везде-везде-везде наводится порядок, когда у страны хороший хозяин, тогда и страна начинает процветать, какие бы сложные периоды она не проходила. К сожалению, люди воюют всё время, пока люди не откажутся от ненависти, будет противостояние добра и зла. Швейцарцы отказались от, скажем, ненависти и объявили нейтралитет. Объявили нейтралитет, но, к сожалению, из-за СВО, из-за своей политики они его и потеряли. Сейчас я плавно перейду, вот на заставке я сделаю, значит, флаг Швейцаря, от которого я фанатею, равносторонний, белый крест, равноправие. Второе. Это банки, шоколад, коровки. Коровки очень мило пасутся летом на зелёной травке, они вот реально такие бело-чёрные. Кантоны выделяют собственникам средства для того, чтобы они ухаживали за лесом, ухаживали за пастбищами. Всё вот доведено до оптимизма реально. У меня даже девиз моей компании, New Life Swiss, был «Работаем как швейцарские часы». То есть есть у кого поучиться. Так вот, хочу рассказать вам про банковскую систему. Привет. Это как раз для молодёжи. Очень красивая. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы откуда? В Марокко. Я в Марокко не была, в Тунисе была, но я очень хочу к вам в Марокко. Марокко? Добрый пожаловать. Очень красивая. Да. Добрый пожаловать. Вы здесь учитесь в России? Да, в России, да. Вам нравится здесь? Да, да. А в каком городе живёте и учитесь? Она в Москве, мы в Саратове. Где? Она в Москве, мы в Саратове. А, Саратов. Очень хороший город, красивый такой. Вау, ты очень красивая. Спасибо большое. Пока. Спасибо, пока, хорошего вам дня. Вот миролюбимая остановка в Швейцарии то же самое. То есть, как я говорила, 25% эмпатов, то есть экспатов, I'm sorry, экспатов, то есть это люди, которые со всего мира приезжают. У нас в консерватории в Лугану многие учились, вот в предыдущей передаче я вам рассказывала. Так вот, о банковской системе. Швейцария очень известна именно банками. И там у нас хранилось, было спрятано золото партии, и золото третьего рейха там было спрятано, и всё-всё-всё. И вот у них были вот эти офшорные зоны с налоговой оптимизацией, чтобы привлекать. Но, что получается? Уже во второй половине, нет, в первой половине 21 века, значит, я вам сейчас расскажу о государственной структуре Швейцарии. Швейцария – это прямая демократия. Там у каждого кантона есть свой парламент, партии, там многопартийная система. Но управляют Швейцарией, то есть в Берни, в их государственном институте сидит 7 человек, так называемые 7 мудрецов. Их избирают по определенным партийным спискам. Но что там интересно, то, что они, вот эта семёрка, они постоянно меняют своё ролло, своё назначение. Вот, например, бывший житель маленькой деревни, деревни кантона Тичино, Иняцио Кассис, в данном, хотел сказать, воплощении, в этом году является, по-моему, президентом Швейцарии. До этого он был министром иностранных дел. То есть они вот так вот меняются постоянно, потому что, ну, это не то, чтобы прямо антикоррупционная схема, но, по сути, они получают навык, опыт. И навык, и финансами управлять, и тем, и тем. Вот, насколько я знаю, Кассис, ну, так как он истечино, поэтому я его знаю больше и лучше, он врач по образованию. Его политика, связанная с конференцией мировой без России, конечно, была никакая. Но, опять же, почему? Потому что Швейцария потеряла свой статус нейтралитета, который она сама положила к ногам, так сказать, блока НАТО, к американцам. Но началось это ещё из банковской системы. Почему? Потому что, когда случилось... Какое? 11 сентября, так? Когда американцы... Сябачулина к нам пришла. Привет, Сябачулина. Вот. Отвлекают некоторые люди. Некоторые очень приятные, доброжелательные. Некоторые оттягивают энергию. Потому что, если когда пожилой человек идёт мимо, обычно такая аура определённая, ну, как-то больной организм и больная аура. Ну, так вот. И ещё, когда ещё рядом стоит и разговаривает, естественно, идёт сбив потока. Когда случилось 11 сентября, что сделали американцы? Они обвинили во всём, соответственно, там, Иран, Ирак. И потребовали у всего мира... Я считаю, это была постановка. Они потребовали у всего мира открыть банковскую тайну. Самая банковская тайна, естественно, была у кого? У швейцарцев. Понятно, что была определённая прозрачность, свифтовая, да? Так как свифт – это американская, причём частная структура оплат. Слава богу, они нам его перекрыли. Надо переходить уже в новую парадигму, из этой бретенвудской системы выходить. И как и было в 90-х годах, когда 1 рубль был 60 центов, вот к этому, к нашему золотому рублю мы и должны будем возвращаться. Так вот, что получилось? Так как в Швейцарии были очень низкие налоги, то многие крупные итальянские компании, там немецкие, французские, они, как и российские, я тоже говорила, они открывали свои главные хед-офисы в Швейцарии. И... А люди разговаривают. Ну, это нормально. Вот, не будем это, естественно, вырезать, как я вас и предупреждала. Помехи. Так вот, получилось так, что Швейцария была в блэк-листе у Евросоюза. Потому что, учитывая то, что у них налоги ниже, то есть себестоимость продукции тоже ниже. И вот, значит, очередной раз в Швейцарии где-то четыре раза в год голосует всё население. Выставляется повестка. Вот, например, в 2021 году, и я пишу об этом в книге 1.2 уже, да, было голосование на тему разрешения создавать браки членам ЛГБТ-ЛГБТ. Хотя до этого они спокойно могли оформлять гражданский брак в муниципалитете. И мой друг, один журналист, наш российский экс-журналист, он оформил в Цюрихе со своим мужем, ну, со своим гражданским мужем, любимым, да, человеком, оформил документы, и у него нормальные швейцарские документы, как будто бы у него есть так называемая печать в паспорте. Но проголосовали все, естественно, итальянцы, больше всех, там, типа, 69 за, ну, имеется в виду итальянский кантон. Что даёт, какую возможность? Естественно, это даёт возможность усыновлять детей. Для меня это трагедия. Ну, не то, что трагедия, я считаю, что это неправильно. У многих людей там свои, как бы, оправдания на эту тему, каждый имеет право на своё мнение. Ну, вот так. И, соответственно, на сайте каждого кантона, там и общешвейцарском сайте видны, какие будут повестки, и там 5-7, там даже голосовали на тему во время пандемии продлять или не продлять вот эти субсидии. Потому что, когда началась пандемия, и когда сделали локдаун, 80% зарплаты всем платили. Но вот мои клиенты, очень крутой стартап, даже не стартап, индустрия, инновационная, нанотехнологии, они разорились. Потому что они на свои деньги, так как они оборудование собирали из разных заводов, производителей, они не могли оформить лизинг, там, если бы они покупали, грубо говоря, Samsung, да, вот, соответственно, они взяли кредит в банке. И 80% зарплаты всем платили, продажи все остановились, а кредит в банке они заплатить не смогли. Поэтому им пришлось оформлять банкротство. И вот сейчас мы вышли на новую ступень, они взяли, срегистрировали новую компанию и в Венеции, и в Лугану. И сейчас мы стартуем. Ну, я, естественно, их генеральный, так сказать, представитель, тем более на Восточной Европе, на территории Евразии. Вот. Что получилось? Значит, в Швейцарии есть частные банки, да, где там в ячейках лежит физическое золото, в слитках, лежат там всякие драгоценности, коллекции часов, картины. Я тоже занималась как арт-дилер, будучи дизайнером в Швейцарии. Именно с первыми, скажем, с художниками категории А и Б. Вот. И многие что делают? Того же Модельяни, там Рафаэль, они, например, хранят подлинники в банковской ячейке, да. Есть ещё такой вид хранения, вот уже по-русски забываете слова, ну, как фризона, да. То есть есть и российские компании, которые владеют этими как бы фри-таможенная зона, да. Там лежат вот это золото, эти картины, всё. Это считается не территорией Швейцарии, а это считается вот эта фризона, так. Соответственно, это хранится может и в банках, и вот в таких хранилищах лицензионных. Ну, короче, там есть всё, да. И потом им пришлось даже издать закон, потому что там много фашистского золота, реально, и его никто не может востребовать, потому что о нём мало кто знает. И вот они уже, по-моему, начали эти процедуры национализации, что если сто лет никто в банк не приходит, не обращается, тогда они это национализируют. С одной стороны. С другой стороны, значит, есть частные банки, и есть, так сказать, банки, которые из частных выросли и имеют государственное значение. Ну, самые известные это ОБС, Кредит Свис, и Райфайзенбанк, но Райфайзенбанк это кооперативный банк, то есть, вы знаете, что это австрийский банк, да, но очень смешная история была, насколько он кооперативный. Вот представьте, как, если там кто-то выращивает помидоры, да, потом под именем там этой кооперативной структуры, колхоза, так сказать, сдаёт его. Вот банки то же самое. Значит, мы когда покупали там с одной клиенткой одну квартиру, у них есть такое понятие векселя, ипотечные векселя, которые делается оценка квартиры, например, квартира стоит 3 миллиона, коммерческая стоимость, приходит представитель там страховой компании, у которого есть лицензия оценщика, смотрит, что здесь вид на озеро, на море, я уже привыкла, я когда переехала в Сочи, сначала всё время говорила, вид на озеро, теперь я всё время говорю, вид на море, вот, делается оценка, и банк, например, глядя на историю человека, сколько у него денег в банке лежит, какая у него заработная плата, говорит, что вот я могу вам выдать, например, там полтора миллиона, да, например, 3 стоит, там в 2-300 оценили, полтора миллиона банк даёт, и он выдаёт такой вексель, причём банковская ставка на ипотеку в Швейцарии где-то 1-1,5%, было, до того, как началось СВО, вот, потому что во время пандемии сначала остановился рынок, потому что даже нельзя было дома смотреть, мы делали эти видеопоказы, а потом он, наоборот, активно стартанул, потому что у нас, вот тем более, в кантоне Тичино пальмы, так же, как и здесь, камелии цветут, магнолии, там у меня на участке все представители средиземноморской флоры и фауны, флоры, фауны, ну окей, растения, короче, всё росло, вот, и, да, что стали делать швейцарцы, они стали покупать, чтобы не ездить в Италию, потому что были границы закрыты, они стали покупать эту самую недвижимость у нас в кантоне Тичино, и они раньше там были, они у нас называются Свицера Интерна, как бы из внутренней Швейцарии клиенты, и, например, там тебя спрашивают, у тебя клиент откуда, Тедеско, немец, или Деля Свицера Интерна, или из внутренней Швейцарии, ты говоришь, да, вот я последнюю квартиру моих русских клиентов, друзей продала, шикарный пентхаус, 250 метров, бассейн открытый, и вот сразу озеро, прямо на берег озера стоит, и под, скажем, подземный, ну, этот навес, да, и можно заплыть на лодке, там 8 квартир было, 8 места лодок, на зиму они на ремнях поднимаются из воды, ну, очень-очень все по уму, кто купил квартиру, купил, он португалец, жена француженка, они работают в кредит-свиз-банке в Женеве, у них трое детей, с малюськой вообще, с маленькой они приехали на сделку к адвокату, вот, они купили эту квартиру, потому что не хотят ездить там, в Италию, или, например, во Франции, кстати, во Франции море никакое, я всегда это говорила, особенно вот эти Монако, кстати, тут позавчера я шла к маме, я когда в центре оказываюсь, звоню маме, говорю, мам, тебе надо что-то купить, она такая, говорит, хлебу купили, арбуз, у них лифт, то работает, то не работает, я в новом доме живу, у нас практически все время работает, а у них все время ломается, вот, поэтому я делаю доставку арбуза маме, иду такая, а у мамы, значит, сбоку детский сад, я слышу сначала оттуда громкая музыка, играет какая-то там, ну, американская песня, а потом я иду, я слышу вот это Монако песня, она мне нравится, она классный хит, я считаю, что я была в Монако не раз, и жила там подолгу, я хочу сказать, что Монако отдыхает, Сочи круче, но что меня удивило даже, я думаю, кстати, вчера, когда гуглила, там делала посты, смотрела музыку, про Сочи, есть классные песни, я вчера сняла флаг, развивающийся Сочи, вот, ну, в центре у нас, на Новогинской, и я его запустила, и поставила классную книгу, певец, армянин поет, что-то про Сочи, классный уголок, все такое, что меня удивило, ну, у меня мама раньше в этом детском саду работала, они когда из Норильска только переехали, ну, у нее не было ни друзей, ни знакомых, она там немножко поработала, круче, я захожу, смотрю, такая через забор, детки, вот такие, не знаю, два годика, три, может быть, им вызвали аниматоров, и они под песню вот эта Монако, как я тебя любила, там, разлюбила, и все остальное, танцуют, играют с шариками, счастливые родители, ну, по-видимому, счастливые, я думаю, блин, ну, вообще, какое-нибудь соображение, может быть, я так еще смотрела под вопросом голос дети, но дети не должны петь песни о несчастной любви, потому что любовь, она счастливая, и не надо им вот эти, травматические какие-то опыты цементировать в их сознании, но когда, блин, хит про Монако в детском саду, ну, я бы еще, ладно, поняла 6 лет, ну, два года ребенку исполнилось, ну, три максимума, ладно, окей, идем дальше, так вот, вот эти банковские системы, значит, и когда после вот этого 11 сентября швейцарцам с одной стороны Евросоюз сказали открывайте банковскую тайну, с другой стороны американцы сказали открывайте банковскую тайну, они долго сопротивлялись, голосовали, советовались, но, скажем, промышленно-индустриальный сектор, они сказали, то, что вот это ваше злато, чужое, лежит, над которым вы там чахнете, нам это не надо, нам нужно производство, нам нужны рабочие места, нам нужны налоги, и с 2014 года они открыли банковскую тайну, итальянцы, которые там были, все вернулись в Италию, частные лица, у которых лежали деньги в швейцарских банках, им давали амнистию, там было три волны амнистии, так как я работала с людьми, и фэмилии офиса, все такое, я видела, как все-таки люди пытаются что-то изворачиваться, и вот я на сегодняшний день говорю, у нас налоги 6-13% в России, и если ИП, да, было только раньше, я сейчас вот с Натальей Андрейченко, мы регистрировали в ноябре в прошлом году здесь компанию, называется Анло, Андрейченко, Наталья, Лисицына, Ольга, 21, пространство счастья, вот, мы ее пока еще не запустили, она неактивна, потому что я пишу свои книги, Наталья написала свою автобиографию, это я ее заразила, сдала книгу сейчас в АСТ, по-моему, с АСТ она в оконцовке заключилась, кстати, муж Наташи, Максимилиан Шелл, он тоже швейцарец, и у них там достаточно недвижимости было в Швейцарии, и сын Наташи живет в Швейцарии, вот опять же, проблема отца и дети, да, мы так много косячили в нашей молодости и зрелости, что сейчас уже когда аккуратненько есть понимание, что такое хорошо, что такое плохо для молодых людей, для нового поколения, я поэтому и стала писать книги, и поэтому переформатирую свой проект 14+, потому что молодежь это самая вопрошающая категория на сегодняшний момент, а очень мало взрослых людей, которые готовы выйти из парадигмы извиниться и сказать, я был неправ, которые считают, что вот я такой есть, и вот такой я и буду, это неправильно, это противоречит законам мироздания, законам эволюции, потому что век живи, век учись. Соответственно, УБС-банк, американцы оштрафовали на 450, по-моему, миллионов, ну там, долларов-франков, за то, что они долго не хотели выходить из этой парадигмы и открывать банковскую тайну. Я была в Цюрихе, у нас, у УБС-банк есть премьер-офис, и там было до СВО 120 сотрудников русскоговорящих, вот, которые, значит, управляли деньгами российского контингента, так сказать. И вот, когда только всё началось, и когда Евросоюз все начали объявлять санкции, по сути, Швейцария, будучи нейтральным государством, должна была это проигнорировать. Но так как их американцы уже наказали, сейчас был очень большой скандал в Credit Suisse и на тему педофилии, и на тему, там, чего, они все темы поднимают, которые только ещё можно поднять активно. Их тоже там около 400 миллионов их оштрафовали. Вот, и в прошлом году, когда там четыре банка американских банкротились, у Credit Suisse тоже была очень шаткая ситуация, но швейцарское государство, учитывая то, что это имидж, да, вот представьте, они были топ, да, по банковской системе там, до 21 века, и сейчас вот этот фундамент, если люди неправильно этим всем пользуются, руководствуются, с одной стороны, они пытаются оптимизировать максимально, да, наилучшим образом, но с другой стороны, они, учитывая то, что очень маленькое государство, я про Швейцарию рассказываю, учитывая то, что очень маленькое государство, окружено со всех сторон государствами, блоком НАТО, Италия, Франция, Германия, но Австрия тоже, они как бы в нейтральном состоянии, но их тоже, так как они в Евросоюзе, их постоянно заставляют тоже заниматься самовредительством, потому что, по сути, вот даже если взять туризм, мы вот вчера с моей подругой из Сахалина обсуждали это, я очень рада, что наши деньги сейчас остаются на территории Российской Федерации, что Свифт не работает, что деньги не так легко разворовать и освоить, что деньги инвестируются в наши прекрасные красивые города, наша матушка Россия, она этого достойна, вот, и сейчас развивается туризм именно внутри России, и люди реально здесь тратят миллиарды, вот представьте вот эти все Ниццы, все эти Монако, все эти Канны, Форте Деймармии и все остальное, сколько денег там было потрачено, Сардынии и все-все-все. Вчера, кстати, видела, у нас есть чат закрытый итальянский, ну, скажем, русскоговорящие девушки, кто в Италии живет, мы там обсуждаем злободневные вопросы, и я видела, что конфисковали замок в Тоскане, наш какой-то русский олигарх купил, сейчас уже не помню ни название компании, ни его фамилию, это не важно, замок был в упадке, он там все отремонтировал, все сделал, и сейчас вот они под эту как бы эгиду того, что давайте мы будем сейчас заниматься рэкетом, пиратством, чем мы любим мы привыкли заниматься, будем у вас это все забирать, и вот, к сожалению, швейцарцам пришлось присоединиться, в 20, в июле 22 года, когда было просто, у них там какое-то собрание, саммит Украина-Швейцария, который был запланирован много-много лет назад, я тогда работала со швейцарскими беженцами и с детками, и с женщинами, потому что в основном это были женщины, вот, и я как раз в этот день, когда открывался этот саммит у нас в Палаццо де Конгрессе, там, одних своих подшифных сопровождала на операцию, с утра там документы заполнить, вот это вот все, по страховке, которые швейцарское государство всем беженцам все оплачивает, и квартиры, и все-все-все, вот, и я, это было рано утром, приехала, позавтракала на озеро, вот, в интервью, там есть у нас ланкетта, бар, вот мы там с Сергеем разговариваем, вот там, посмотрите, прямо на берег озера, а потом я села в машину, открыла окна, и включила свою любимую песню Николая Носова, а на меньшее я не согласен, я в комменты тоже включу, и я ездила просто по набережной, шарашила, чистила пространство моим любимым Луганом от негативных энергий и от злых людей, хочу сказать, кстати, те беженцы, которые доехали до Швейцарии, в прошлом году было где-то 300 тысяч населения Кантон-Тичину, 6 тысяч, это сколько у нас, 2 процента, да? 30, 10, да, 2, вот, далее, и есть, соответственно, более мелкие банки, я не буду их перечислять, их много, но вот мне понравились вот тут несколько названий, крупнейшие частные банки, это Эдмон Дю Ротшильд, естественно, Сафра Саразин, и вот есть еще акционерно-публичные банки, туда, куда вкладывают, где много акционеров, да, это Джулио Сбар, Джулио Сбар, у них головной, как бы, они под банк от ОБС, и вот Вон Тобель, соответственно, учитывая то, что в Швейцарии 4 государственных языка, и она делится, как бы, на 3 части, вот есть итальянский Кантон-Тичино, рядом с ним Кантон-де-Игриджони, там чуть-чуть кто ближе к нам говорят по-итальянски, а все остальные уже по-немецки, самая большая часть это немецкие Кантоны, и еще такая тоже приличная часть французские, да, то есть Берне-Цюрих, это, скажем, такая центральная часть немецких немецких земель, а, соответственно, Женева, Монтрю, это часть французская, кстати, в Женеве самые высокие цены, там очень много арабского населения, ребят из Монак, из Марокко, которые ко мне подходили, Кювейта, отовсюду, Эмиратов, они покупают отели там по 300 миллионов, вот, живут там этажами, с одной стороны очень много как бы денежных, да, но с другой стороны очень много и бедности там тоже, мне Женева не нравится, я туда приезжаю, чувствую, как вокзал, какое-то такое чуть-чуть ощущение, вот, кстати, ездила там на фестиваль музыкальный, шла по набережной Монтрео, там есть памятник этому Квин, как его забыла, поняли, вот, потому что там он умер, есть обелиск, написано, что, сейчас по памяти, с 1890 с 1893 по 1898 жил Лев Николаевич Толстой, Ленин писал, сейчас не помню кому, Горьковому или Маяковскому, типа, вы там делаете революцию, а мы здесь пропадаем в гостинице в Цюрихе, у Рахманинова дом на берегу озера Цюриха, очень-очень много русских, Владимир Ашхенази сейчас там живет, очень-очень много русских, мы всегда любили Швейцарию, и Штирлиц наш не просто так туда ходил, вот, и швейцарцы нас любят, я пришла, когда там в один Мишленовский ресторан в Таверне, у нас там чуть повыше к Антоне Тичино, все русские туда ходили, любили ходить, и хозяин говорит, опять, говорит, вы русские, он говорит, да, у нас тут Суворов ходил в Таверны, у нас очень много голубоглазых этих швейцарцев, которых зовут Иван, Ивано по-итальянски, вот, поэтому, так, про банки я сказала, про образование хочу сказать, образование в Швейцарии считается одним из самых лучших, и многие, я знаю, тоже россияне отправляют своих детей учиться либо в Швейцарию, либо в Англию, в Англии, я считаю, более такой жесткий уровень, но тоже понятно, маленький остров, им там холодно, голодно, им приходилось пиратствовать, и они прекрасно понимают, что если человек на вольных клебах, он как обломов наш будет лежать на диване, да, поэтому они включали там шискать, шискать, у них там ну реально холодно и голодно, потому что школы неотапливаемые, и вообще кошмар, но, как говорится, никого не слушай, слушай только себя, если создана вот такая парадигма, что приезжайте сюда, у нас круто, и если есть люди, которые на это ведутся, ну окей, значит, в Швейцарии тоже много школ интернациональных, и американских, и бритиш система, но мне очень понравилась система именно швейцарское образование, значит, я говорила о том, что три национальности, соответственно, у них три государственных языка, и они в школах все их учат, немецкий, французский, итальянский, итальянский, естественно, учат меньше всего, потому что самый маленький кантон, но вот у меня там партнер в ЦУГе, инженер, с которым мы работали с технологией поветроэнергетики нашей, российской, ну, правда, из Латвии, ну, школы российской инженеров, как я вам говорила, Роберт Зубрин, который Илона Маска привел в космос, ленинградский инженер, также и здесь, так вот, этот Ханс, он, соответственно, из ЦУГа, немецкая часть, он так прикольно говорил с немецким акцентом на итальянском языке, причем немецкий, швейцарский, он другой, и у них там даже есть другие слова, ну, вот как у нас московский и питерский, да, там поребрик и там парадный подъезд, также и немецкий, и швейцарский немецкий, и четвертый язык у них, государственный, называется роману, романиш, это, ну, как бы, они много лет, кстати, были под Римской империей, там что-то вообще непонятное, но на нем практически никто не говорит, он еще пока числится в государственном языке, но, может быть, как бы, взрослое поколение, пожилые люди говорят, молодежь уже нет, соответственно, учат три языка, скажем так, у них нет яслей, как у нас было, но у нас сейчас их особо тоже нет, у них есть детские сады, окей, называется по-итальянски лазило нидо, нидо это гнездо, да, такое детское гнездо, вот, потом, соответственно, начальная школа, и в начальной школе более-менее так они еще все вместе, в средней школе их уже начинают делить на три группы, те, кто пойдут получать высшее образование, у них другое обучение идет, и такое более оно жесткое, те, кто пойдут в технические какие-то, скажем, в рукодельство, да, в мастерство, в училище или в техникумы, кстати, вот в итальянском кантоне, так как она защищается от барменов, от поваров, от официантов, от парикмахеров итальянских, у них на все должна быть лицензия, и на эту лицензию в гостиничном хозяйстве учатся, вот, например, чтобы был бар, должна быть лицензия, чтобы иметь фамилии офис, должна быть лицензия, ну, это понятно, там финансы, но что они сделали, вот тоже в 14-м, где-то, в 16-м году, когда стали ужесточать, наводить порядок у себя, да, вот мы тоже в своей, в своем законодательстве постоянно-постоянно находим порядок, потому что постоянно-постоянно надо модернизировать, ведь не только век живи, век учись, но мы должны, мы не должны стариться, потому что, если мы старимся, у нас все отмирает, да, мы должны именно инновацироваться, да, модернизироваться, вот, соответственно, эти самые, как они, вот я сбилась, для бара надо учиться, а, вот, что они сделали, раньше можно было, у тебя есть лицензия, у тебя в одном баре она лежит, во втором, в третьем тебе мзду платят, да, оброк, и все, потом они сделали, что, можно работать, только 50 процентов, минимум, да, то есть, одна лицензия должна быть в одном месте, и минимум зарплату тебе должны платить 50 процентов, то есть, вот представьте, если, как я говорила, садовники получают где-то, нет, не 20 франков в час, люди, люди, которые собирают мусор в Швейцарии, называется, инженеры экологические, получают 17 франков в час, так, водитель автобуса получает 5-6 тысяч франков в месяц, так, бармен получает около 3 тысяч франков, ну, федучарио может получать, потому что это финансово, такое, административное, это может быть и адвокатская структура, но тоже где-то от 5 и выше, 10 и 15 и 20 тысяч, до пандемии, сейчас у них, этот, не прилив, у них сейчас отлив, у них сейчас высыхание структуры, плюс еще им американцы, там, поджигают со всех сторон, вот, поэтому у них реально идет прям, иссыхание финансовых потоков, и плюс еще весь Евросоюз вокруг, в такой турбулентной зоне, и такую себе Сахару включили, что, естественно, приграничные территории Швейцарии тоже от этого страдают, вот, в Швейцарии вот так, да, соответственно, вторая категория молодых людей, это именно те, кто пойдут вот работать там переводчиками, но не, скажем, не на высшее образование, да, вот, и есть люди, которые обслуживающий персонал, но, по сути, у них даже, чтобы быть продавцом, надо пройти обучение, вот, чтобы получить лицензию бармена, надо учиться 9 месяцев, чтобы получить лицензию реал-эстейтера, ну, агента недвижимости, надо заплатить миллион рублей, надо заплатить 10 тысяч франков за обучение и 3 тысячи франков, соответственно, 300 тысяч рублей за экзамены, федеральные, чтобы у тебя был федеральный, значит, это, диплом, вот, и далее, вот среднюю школу люди закончили, там обязательное 9-летнее образование, естественно, это всё в основном разные здания, редко, когда бывает там все школы, это колледжи, вообще, обычно, это отдельные здания, чтобы пойти в колледж, надо сдавать экзамены, вот, и там тоже несколько систем, там можно выбрать языковой, где помимо трёх государственных, итальянский, французский, немецкий, учатся английский, и можно ещё выбрать второй язык, вот, я знаю, что кто русский учился в колледже, у нас, в Лугану, например, они выбирали русский язык, ну, потому что, во-первых, его подтянуть, и во-вторых, тоже нужен диплом, чтобы в том же там потом у Биэс-банки работать, кстати, всем, кому закрыли санкционные счета, люди должны были эти деньги выводить, и были достаточно проблематики, потому что, ну, вот эти свифтовые системы не работала, но мы с этим справились, и справляемся по сей день, вот, потом, значит, вот эта языковая, потом есть гуманитарная, они там учат историю, историю античной Греции, естественно, Рим, ну, там, различные гуманитарные направления, и есть научная, научная, это там химия, физика, вот эти все инженерные истории, учатся 4 года, государственный, неплатный, лицей, вот в Лугану, например, на 60, считайте, на 300 тысяч населения, два лицея находятся, и там очень жесткая система, то есть, оттуда отчисляют, не учишься, до свидания, там никто не бегает, и не умоляет, пожалуйста, получи высшее образование, нет, вот, далее, у нас в Лугану есть вот этот университет, который в 82 году открыли, там есть тоже различные направления, есть архитектура, потому что очень известный архитектор, Марио Ботто, живет там, наверное, он еще жив, и работает, ну, работал, вот, и самые такие крутые там строения тоже, под его, скажем, эгиды были построены, как я говорила в прошлом эфире, консерватория де ла Звицера Итальяна, есть, то есть, консерватория с различными музыкальными инструментами голосовыми, опять же, как в том эфире говорила, все без напряга, занятия на скрипке раз в неделю, детские, что там можно за это раз в неделю напиликать, я не знаю, но я вам тоже об этом рассказывала, что хочу сказать, мои впечатления, во-первых, почему я выбрала Швейцарию, ну, это вы можете в предыдущем интервью посмотреть более подробно, так как я с 89-го года говорю на итальянском языке, в Москве работала в двух крупных компаниях, Аджи Петроли и Фиат, потом ушла в предпринимательство, но через торговую палату италорусскую я решила заниматься поставкой брендовой мебели, из Италии создала дизайн-бюро, у меня работали сотрудники, архитекторы, дизайнеры, я занималась в основном коммерческой как бы частью, поставкой, но потом естественным дизайном интерьера в том числе, и где-то в 2008 году я начала подумывать о том, что живу на Рублевке, два часа приехать на работу, два часа, может, все время перекрыт, то Кутузовский, то 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 сё, вернуться, я поняла, что пять часов в день я живу в машине, там семь, восемь, десять часов я сплю, и получается, что моя жизнь, это к сорока годам, я начала задумываться, что моя жизнь практически сходится к тому, что в никуда, слив в никуда, вот, и я думаю, поеду-ка я жить, наверное, в Милан, выбрала там для сыновей школу интернациональную, потому что понимала, что им в итальянскую школу вот так нырять, тем более они там ездили во всякие английские лагеря летом, вот, и, пожалуйста, если надо, не, 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 не пойду, не пойду, чистота, уборка должна быть у нас в Сочи, всё блестеть красиво и чисто, спасибо, вот, и думала сначала в Милан, потом посмотрела, что эта школа находится, МВИА-Опера, то есть как бы за МКАДом, да, за Танжинсьяле, я думаю, а что я буду менять шило на мыло, думаю, поеду-ка я в КОМО, спрашивала у своего друга, который был поставщиком мебели, в дворце его императорского величества, и у нас на Чёрном море, и в Москве, вот, я говорю, Джанни, что там? Он говорит, всё прекрасно, но нет high school, то есть у меня старший сын должен был уже идти в девятый класс, и там у них ещё в этой системе не было, и тут я случайно, как я рассказываю в интервью, приезжаю в Луган, чтобы сделать медицинскую страховку, и я выхожу, и вижу пальмы, вот это красивейшее озеро, это была уже весна, просто изумрудная красивая вода, эти склоны гор, и я думаю, вот где, и все ещё на итальянском языке говорят, я думаю, вот где я буду жить, вот, два года где-то у меня ушло на переформатирование, потому что я спросила у себя, так, что мне мешает, да, или для того, чтобы поменять вот так вот, радикально свою жизнь, я понимаю, что у меня бизнес, у меня офис, клиенты, и деньги я зарабатываю в России, и плюс образование детей, и я себе поставила, как бы, сделала три этапа, я решила так, первое, у меня было три спальни в доме на Рублёвке, ну, большой участок был, почти гектар земли, лес, и вот, я построила гостевой дом, баню, тоже там есть передачи на НТВ, по-моему, вот, я их открою, они у меня были скрыты, нет, лучше в комменты поставлю, если интересно, посмотрите, у меня был классный такой, из алтайского кедра, рубленный дом в стиле поп-арт, вот, я решила, значит, ещё прибавить вот этот гостевой дом, чтобы у меня было пять спален, чтобы максимально иметь, то есть я себе создавила бизнес-план, да, максимально иметь доход, потому что там каких-то суперотложений у меня не было, это первое, второе, мы поехали с сыном, сдали экзамен, что его берут в эту интернациональную школу, не буду рекламировать, он поехал, ему хороший левел поставили, шестой, то есть он сразу в девятый класс мог пойти, а парень итальянец сдавал экзамены, ему четвёртый поставили, то есть ему надо было бы не в девятый пойти, а пропустить как бы год, и пойти в восьмой класс, и папа его, у него производство в Риме, лепнины всякой, кстати, мы с ним разговорились, пока ждали, полтора часа где-то экзамен шёл, по типу ЕГЭ, там вот это АБЦ, я, кстати, вот эти АБЦ вообще не люблю, не имею, не умею, я считаю, что вот как мы сдавали экзамены, что ты можешь наговорить, или там сочинение написать, тему раскрыть, а не то, что там кто-то с подвохом, что-то там какие-то тебе вопросы задаёт, я надеюсь, что мы от этой болонской, булонской системы отойдём в ближайшее время, Виолетта, моя помощница, с которой мы снимали эфир, вот ей как раз сейчас в одиннадцатом классе учиться, я говорю, я буду молиться за вас, чтобы уже в этом году это ЕГЭ убрали, вот, это значит, и третье, это аренда дома, и всё, когда всё во благо, всё сложилось, я начала реже приходить на работу, больше управлять через онлайн, этот навык получила, вот, второе, сын сдал экзамены, прекрасно, и третье, ко мне пришли, у нас построили этот, пренатальный центр в Лапино, ко мне пришёл очень известный на сегодняшний день человек, у него супруга была беременная, и за 14 тысяч евро в месяц они сняли наши дома, я купила, у меня были сбережения небольшие, купила себе эту белую, и шестую, мы туда погрузились, и поехали в счастливую жизнь в Швейцарии, и я себе дала такой, как бы, срок, думаю, годик посмотрю, если понравится, значит, продаю недвижимость на Рублёвке, покупаю в Швейцарии, и всё, и мы там счастливо живём, то, то, что мы счастливо там живём, я поняла буквально с ноября месяца по документам мы уже стали в 2010 году жить в Лугану, рядом со школой ребята попросили, они говорят, мама, мы хотим в школу ходить пешком, нам надоело жить с водителями, с горничными, хотим самостоятельности, я говорю, пожалуйста, вот, сняли им где-то 15 минут до школы пешком, и там есть ещё эти скулбасы, вот, но им нравилось ходить там с друзьями, разговаривать, соответственно, вот это, и, но не сложилось, я выбрала очень классный, крутой дом, вилла Бишов, с классным видом на озеро, я его потом в книге описываю под видом дома одного из героев, вот, но не сложилось, всё, что не делается, всё к лучшему, потому что в 23-м году я приняла решение вернуться в Россию, и когда я многим здесь говорю о том, что я приехала жить сюда, из Швейцарии, все говорят, как это, но на самом деле я считаю, что это нормально, ненормально, когда люди отсюда уезжают туда, в сложный для страны период, но я поняла, почему я уехала в 2010-м году, я уехала для того, чтобы вот эту скорлупу, моего невежества, эгоцентризма, цинизма, хамства, вот этого всего, нахрапа, всё это там снять, всю эту скорлупу, да, там именно я смогла быть больше сама с собою, с природой, там я начала заниматься познаванием, знаний именно мироздания, которыми я вот сегодня имею возможность делиться, поняла свои ошибки, приняла свои ошибки, ошибки других, всех простила, вот, потому что, когда ты знаешь законы мироздания, ты понимаешь, как всё устроено, и ты не общаешься с людьми из категории либо жертвы, либо я лучше знаю, нет, ты в каждом человеке, вот как индусы говорят, намасте, моя душа приветствует твою душу, 15 миллионов лет назад человечеству дали разум, за эти 15 миллионов лет у каждого из нас масса, тысячи воплощений, и наш путь, когда мы опять станем, вернёмся в лоно отца и матери, да, когда мы сами станем богами, созидателями, сейчас научимся строить, чистить, обучаться, зачем нам это надо, для того, чтобы мы потом дальше строили новые миры, и поэтому весь наш жизненный путь от человека неразумного до созидателя, создателя собственных миров, сейчас мы учимся создавать собственную жизнь, и мир вокруг нас, атмосферу, да, подобное притягивает подобное, по сути, весь наш этот путь, он делится на две части, сколько ты уже прошёл, и сколько тебе уже осталось, и как в жизни есть кузнечики, стрекозы, улиточки, да, ястребы, мышки, совы, вот так и люди, каждый из нас выбирает свой путь развития, и вместе с разумом нам дали великий закон, закон свободы выбора и воли, вот опираясь именно на этот закон, каждый человек выбирает, какой опыт ему получить, и я хочу на этой оптимистической ноте поздравить свою любимую Швейцарию, 1 августа, с днём рождения, я сегодня физически не там, но в душе, в сердце, и на планете Земля нет расстояний, и нет времени, не существует, поэтому моя любовь есть и там, и здесь, и если у вас будут какие-то вопросы специальные по Швейцарии, пожалуйста, обращайтесь, пишите в комментариях, посмотрите мое интервью ютуб-каналу Люди Место в семнадцатом году, когда я и думать не думала, и знать не знала, что я буду жить в России, что я буду жить в Сочи, вообще такое придумать даже не могла, я думала, ну может быть, когда вот я в мае поехала на разведку, я думала, ну может быть в Крыму, да, потому что научно-философское общество, мир через культуру, с кем я работаю по созданию наших книг, находится там, я там уже присматривала дома с видом на море, но потом приехала проведать мою маму на недельку, осталась на целый месяц, и вот пришла сюда, в парк Ривьера, увидела скульптуру, я здесь всегда, говорю, бегала в ситцевых трусах в детстве, но вокруг такая красота неописуемая, и я подумала, вот как мое сердце выбрало в Швейцарию, озеро Лугану, так, в 23-м году, где-то в середине июля, мое сердце выбрало в Сочи, Русское море, Черное море, и жить здесь, помогать молодежи, находить свой путь в жизни, в нашей рукописи, он и она, уже можете с ней знакомиться, путь Андрея и Марии, через их путь вы узнаете законы мироздания, которые самые простые, и потому что все гениальное просто, благодарю вас за внимание, еще раз привет Швейцарии, до новых встреч в эфире, я буду выступать теперь четверг-воскресенье, пока хорошая погода, отсюда, хотя я уже одну локацию у себя на балконе нашла, там классно видно море тоже, но там шумно, из-за того, что 21 этаж, эхо, ну будем оптимизировать локации, еще раз всего доброго, благодарю за внимание.